Продолжение следует... 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 особенно необходимым органам предварительного следствия и открывает возможности в учетах. Хотелось бы в этот день выразить слова благодарности, во-первых, Министерству внутренних дел МВД России в лице Александра Михайловича, которые поддержали нашу идею, выделили денежное средство. И сегодня вы сможете воочию посмотреть, что ни один рубль не был куда-то на сторону потрачен, а все они вложены именно сюда, в оборудование, в это здание, то есть вот как раз посмотрите. И, конечно, слова признательности нашему министру Ивану Челкову Ольховскому, потому что чего греха таить, он был инициатором создания лаборатории, он давно вынашивал эту идею, и когда назначал меня на эту должность, то первую задачу он мне поставил, первое задание, проработать вопрос открытия ДНК. И нас поддержали. Они верили, здесь все открывали. Да, и первая моя командировка буквально через 10 дней после назначения была в Хабаровске, первым делом, куда я пошла, в лабораторию ДНК, и все под запись там записывала, что, как, где. В общем, мы объездили половину страны, и самые передовые технологии применили. Нас поддержали ВКЦ МВД России, и вот в апреле 2014 года дали добро. И в марте прошлого года буквально выделили нам денежные средства для приобретения оборудования, реактивов, и у нас параллельно началась работа. Мы создали на базе своего подразделения, значит, подразделения биологических экспертиз, за счет перераспределения штатных численностей, значит, выделили штаты для набора в различных регионах страны, где уже были открыты такие лаборатории. И в рекордно короткий срок, буквально вот в декабре прошлого года, у нас три сотрудника получили право допуска экспертизы ДНК-анализа. И мы на сегодняшний день, вот при открытии лаборатории, можем уже начинать работать. Завтра с днём. Завтра с днём. Ну да. И, конечно, большое спасибо тыловым подразделениям. Я представляю, какая нагрузка на них лежала, потому что сжаты короткие сроки. Буквально за полтора месяца, вот мы, жаль, не сфотографировали, какое, ну что тут было, да, совершенно новое всё вот сделали, практически работали тут сутками, и днём, и ночью, и контроль за строителями вели, и всё, и мы тут. Ну вот получилось так, как получилось. Поэтому вот... Хорошо получилось. Хорошо получилось. Я думаю, да, вот мы даже, как бы, показывали схемы в другие регионы, ездили, показывали, что у нас вот так, многие нам завидуют. Как хорошо, что вот у вас так всё будет прекрасно. Со своей стороны, я, как бы, обещаю, что у нас достаточно оборудования хорошего, нормального, у нас квалифицированные кадры, и мы с достоинством будем, внесём вклад в раскрытие преступлений. Спасибо. Спасибо. Ну, по сути, ну как это, не могу подобрать другого эпитета, это праздничное мероприятие, вот снятие упаковки с этого сюрприза, который приготовил МВД. Я вспомнил события, ну, новейшей истории. Несколько лет назад, я помню, тут копья ломали, убеждали, доказывали, на уровне правительства, верховного суда, везде, что необходимо в Хакасии иметь такое, будем говорить, экспертное учреждение, да. И вот я хорошо помню слова, значит, Илья Ивановича, он сказал, ну, ладно, вы тут, типа, скандальте, кричите, а я это сделаю. И вот оно свершилось, вот оно случилось. Это действительно подарок, наверное, для всех правоохранительных органов, я надеюсь, для всех правоохранительных органов, для всех тех, кто связан непосредственно с расследованием преступлений, с расследованием, потому что, ну, нет нужды мы все об этом ставим, говорить о том, как это нам жизненно всем необходимо. Ну, кстати, если маленько забегать вперед, сейчас работы не меньше, сейчас надо комплектовать банки, базу данных, но это все впереди, но сегодня праздник, спасибо, Илья Иванович, вот за это, что вы сделали, это действительно новое эхо в развитии органов, прежде всего, внутренних дел республики, и мне кажется, вот, что бы ни случилось, не дай бог, конечно, но только вот за такой, за такой, ну, буду говорить, центр, да, можно сказать, он единственный, за такой центр экспертизы, наверное, можно запросто, только за это одно записать, он скрижал историю Министерства внутренних дел по Хакасии. С праздником вас, дорогие друзья! Ну, все, у нас... Вот, хорошо, это есть же, чтоoca pan Aquí! Это музей, вот, надо делать. Наши музеек с табличкой. Ну что, кто охранитель? Надо показывать. На чём вы? На лаборатории ему вам все расскажет, он не весь специалист, поэтому он, пожалуйста, он вам все расскажет. Так он на пяти листах уважаемый. На лаборатории. В каждом месте преступление в виде крови, слюны, фото-жирового вещества, волос и другое. Исследование биологических следов всегда интересовало криминалистику с целью идентификации личности преступника. Это качественно анализа, который позволил исследовать непосредственный вывод о том или ином человеке, след которого был прав. Первичный эксперт ищет клетки человека в представленных объектах на предметах носителях. Это могут быть окурки, оружие, одежда потерпевших, ножи и так далее. Осматриваясь использованием специальных средств, с использованием реактивов, он обнаруживает клетки, отбирает их для дальнейшего исследования. Здесь также у нас находится комната для хранения объектов исследования. Это комната, камера хранения вещдоков. Далее эксперт, отобрав клетки, помешает их в микропробивки и переходит в другую лабораторию. Заходите дальше. Потому что вообще сейчас хотят объединить все региональные. А по тяжким, особо тяжким, да, они... Далее эксперт путем разрушения оболочек клетки, путем разрушения оболочек ягод. Он для этого использует различные приборы, робот для выделения, физико-химические процессы и реактивы трех клеток. Для сравнения обоследования, ставим экспертом задача увеличить количество. Находится спинный бокс, в котором высокоточная, высококвалифицированная работа, требующая большого, большой отдачи и большого понимания своего дела. При приготовлении этих растворов помещение также изодировано механически и, соответственно, имеет отдельную вентиляцию, предотвращающую воздухообмен соседними помещениями, соседними лабораториями. Задача этого помещения – приготовление растворов реакционных смесей для последующего синтеза ДНК. Полученные реакционные смеси помещаются в ротах. И на выходе уже, на конечном этапе, мы получаем в растворе, в пробирке, в микропробирке ДНК в миллион раз больше от найденной исходной на месте происшествия. За счет этого мы можем ее идентифицировать, за счет этого мы можем с ней работать далее. То есть это уникальная способность. Концентрация в несколько миллионов раз помещается в не имеющие практически в мире больше других аналогов, достойных генетический анализатор, который используется во всех мировых лабораториях передовых. И методом капиллярного электрофореза с использованием лазер-генетический происходит анализ. Полученные этапы на этом. Как таковая лабораторная работа эксперта заканчивается, но начинается другой этап, который уже проходит в кабинете. Это анализ, вероятно, статистическая обработка полученных данных, который не менее сложный, если все до этого мог делать высококвалифицированный и опытный лаборант. На сегодняшний день лаборатории ДНК-анализа, их не было. По инициативе руководства МВД Пресвобки Тихакасия, Жбус, Пермь, Толс, Иркутс, Барнаул, Яс. И решением Центральной Профессионной Комиссии получили право самостоятельного производства данного вида. Какие вопросы есть? Пошли. По времени, значит, если один эксперт будет заниматься только этой экспертизой одной, и она будет самая простая, то от трех дней, от трех суток, так скажем, потому что приборы работают от двухсуточных, от трех суток до месяц, там, два. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...